Всем добрый день, друзья! С вами мисс Арина, и сегодня мы с вами поговорим про Present Perfect Tense. Мы сегодня с вами узнаем, что вообще такое Present Perfect Tense, какая у него структура, ключевые слова, когда мы его используем, примеры и поделаем парочку упражнений. Итак, The Present Perfect Tense. Настоящее совершенное время. The Present Perfect Tense переводится как настоящее совершенное действие. Мы его используем в это время для описания произошедшего уже действия и связываем результат с настоящим. Здесь нам нужно знать результат действия, а не время. То есть где-то в прошлом действие началось, и вот до Present, да, оно ещё идёт. Его структура Positive. I, you, we, they, have done. He, she, it, has done. For question. Have I, you, we, they, done. Has, he, she, it, done. And for negative. I, you, we, they, haven't done. He, she, it, hasn't done. А вот и Keywords Already уже для утверждений вопросов. Yet, ещё для отрицаний и вопросов. Never, никогда. Ever, когда-либо. Just, только. Since, с. Lately, недавно. Recently, тоже недавно. А теперь мы поговорим про случаи использования Present Perfect Simple. Во-первых, это завершённые действия без указания времени. I have been to Paris. Я когда-то был в Париже, но, конечно же, сейчас меня там нет. I have been in Paris for two days already. Я был в Париже два дня. Также, когда мы сообщаем какие-либо новости. The president has arrived in London. Также действия, которые в прошлом начались и до сих пор в настоящем продолжаются. He has worked at this company since 2022. Ещё, когда действия, которые только что произошли. Также используется Present Perfect. The train has just left the station. Помимо этого, когда действие произошло в прошлом, но не влияет в настоящем. Также используется Present Perfect. I have lost my keys. То есть я потерял ключи и вот сейчас я не могу попасть в дом. Ещё, когда мы пытаемся объяснить нынешнюю ситуацию с событиями из прошлого. He speaks perfect English as he has lived in England for three years. Он знает английский хорошо, но почему? Потому что он прожил в Англии целых три года. А помимо этого, при употреблении слова уже вместе с глаголом в прошедшем времени также используется Present Perfect. We have already read the book. Мы уже прочитали книгу. Помимо этого, когда действие произошло в незаконченный период времени, мы тоже используем Present Perfect. Например, for this week. I saw her on Monday. Сегодня суббота. То есть я видел её в понедельник, а но сегодня уже суббота. То есть это было просто в прошлом действии, да? Но однако же. I have seen her this week. Сегодня понедельник, сегодня суббота, но эта неделя ещё не закончилась. Запомните. I saw Queen Elizabeth second. Но она уже умерла. Или I have seen Madonna. Она ещё жива. В вопросительных, отрицательных предложениях слово уже меняется на слово ещё. И ставится в конце предложения. Вы уже прочитали эту книгу? Have you read this book yet? Уже это грамматическая форма настоящего совершённого времени, которая стоит между have, has и verb three. Слова yet переводится на русский язык как ещё. Я ещё не готов. I am not ready yet. Если слово уже обозначает already в вопросительном предложении, оно не меняется на пока. И вопросительное предложение вообще не выражает удивления. Вы уже прочитали книгу? Have you already read the book? He hasn't finished his project yet. А теперь небольшой practice. Итак, ваше первое задание. У вас даны утвердительные предложения. Ваша задача поменять их на вопросительные и отрицательные. Итак, эти же предложения мы поменяем на question и negative. Так, и ставьте на паузу обязательно, выполняя задание. А мы проверяем, окей? Let's go. Questions для начала. Have I studied English for three years? Have they traveled to many countries? Has Umidia bought a new car? Have you visited him recently? Good. И negative. I haven't studied English for three years. They haven't traveled to many countries. Umidia hasn't bought a new car. You haven't visited him recently. Отлично. Good. Так, здесь мы открываем скобки, употребляем present perfect simple. He's been an actor for ten years. She knows him since 2015. Lily lived in Dublin since she was six. My dad takes me to the zoo many times. They do the shopping already. I just finished reading the book. We stay in this hotel many times. I always like summer more than winter. Good. Так, не забываем ставить на паузу и делать задание, окей? А теперь, я думаю, мы можем проверять. Let's go. He has been an actor for ten years. She has known him since 2015. Lily has lived in Dublin since she was six. My dad has taken me to the zoo many times. They have done the shopping already. I have just finished reading the book. We have stayed in this hotel many times. I have always liked summer more than winter. Окей, good. И ваше третье задание здесь мы отвечаем на вопрос. Yes, no, yes, no. Успользуя present perfect simple. Have you met Laura yet? Yes. И короткий ответ, окей? Has Nick visited you this year? Have we met before? Has Hannah painted this picture? Have they moved houses recently? Have you bought a new car? Has it happened before? Has she passed the test? Ставим на паузу, выполняем задание. И проверяем. Let's go. Have you met Laura yet? Yes, I have. Has Nick visited you this year? No, he hasn't. Have we met before? Yes, we have. Has Hannah painted this picture? Yes, she has. Yes, have they moved houses recently? No, they haven't. Have you bought a new car? No, I haven't. Has it happened before? No, it hasn't. Has she passed the test? Yes, she has. Что ж, ну а на этом мы заканчиваем. Большое вам всем спасибо за внимание. See you. Bye-bye.